В 19 веке было модно дарить удаление или замену зубов на совершеннолетие. С вами профессор Гуглов, мы начинаем, поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть тысячу рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель! Любите прогуляться по лесу и подышать свежим воздухом? А вас пугают странные звуки и животные, которые здесь можно увидеть ночью? Правда, все это не идет ни в какое сравнение с тем, что увидели люди, про которых я хочу рассказать вам в этом видео. Приготовьтесь увидеть булыжники, расположившиеся в кроне деревьев, странные человеческие черепа и горящее дьявольское дерево. Булыжник из песчаника на верхушке дерева Открытие, сделанное в 1990-х турецким охотником во время его путешествия в удаленном уголке государственного леса Елоут в Браун-каунте, Индиана, с целью найти хорошие места для охоты, его просто шокировало. Во время своей прогулки он просто поднял голову наверх и заметил в вершине горного дума огромный булыжник из песчаника, который позже получил название «Скала-обжоры». Приблизительный вес этого камня 181 килограмм. Позже на соседних кронах деревьев были найдены еще два похожих булыжника. Как же они там оказались? На этот счет существуют разные теории. Говорят, что их забросили туда торнадо и наводнение, или что это еще был просто чей-то розыгрыш. Версия про НЛО тоже не отвергается. Правда, на самой странице государственного леса Елоут в Википедии написано, что булыжники были помещены на деревья с помощью вертолета во время тренировок, но никаких доказательств, подтверждающих этого, нет. Так что да, скорее всего, причиной всего было НЛО. Огромная каменная сфера в Боснии. Булыжники, найденные в лесах на земле, могут быть не менее странными, чем булыжники на деревьях, особенно если они имеют форму сферы и их радиус полтора метра. Именно такие камни были найдены в лесу в Боснии в 2016 году. Один археолог выдвинул теорию, что камни были созданы цивилизацией прошлого, обладавшей очень продвинутыми для своего времени технологиями. Если бы эту версию удалось доказать, то эти сферы стали бы самыми большими созданными людьми каменными шарами. Однако другая теория утверждает, что сфера имеет природное происхождение. Она была сформирована из натурального цемента, состоящего из осадочных частиц. Третья же версия говорит, что сфера – горная порода, которая под воздействием природных условий со временем приобрела форму сферы. Находки в лесу Аокигахара Аокигахара – это лес самоубийц, который расположен в Японии. Здесь происходит так много самоубийств, что нередко в лесу можно найти часть одежды или обуви, принадлежащие какому-то умершему человеку. Но это не единственная причина, почему это место считают жутким. Здесь часто теряются люди. Компасы и GPS здесь не работают. Возможной причиной тому высокая концентрация железа в почве. Ведь лес расположен у подножия горы Фудзи. А еще самая странная, избивающая с толку вещь, которую можно встретить в этом лесу – это тропинка, стволы деревьев вдоль которой обвиты нитками. Можно подумать, что кто-то здесь отдыхал и так решил повеселиться. Но в действительности эти нити используются как помощь людям, зашедшим в этот лес, чтобы они не заблудились. Говорят, что в этом лесу часто раздаются леденящие кровь крики. Поэтому слабонервных людей я прошу в это место не соваться. Ну а если уж вы рискнули и пошли в него, и вам удалось заснять что-то пугающее, никогда не выкладывайте это на YouTube. Связь между нацистами и пришельцами и странные черепа Как вы думаете, какова вероятность найти принадлежащий нацистам чемоданчик возле удаленной горной гряды в России? Именно это произошло в 2016 году с командой российских исследователей. Причем самое странное, что неподалеку от чемоданчика они обнаружили странно выглядящие черепа. Они были очень сильно деформированы и на первый взгляд вообще не принадлежали человеку. Исследователь Владимир Маликов, возглавлявший команду, сказал, что создание, которому принадлежал череп, людям неизвестно. После этого в большом количестве стали появляться теории о связи пришельцев и нацистов. Но палеонтологи опровергли их, заявив, что черепа просто долгое время подвергались воздействию песка, что и вызвало изменение их формы. Бейгунские трубы Бейгунские трубы – это пугающая находка, обнаруженная в провинции Цихай, Китай, которая представляет собой ржавые трубы, проложены глубоко в горе, в месте, где едва ли ступала нога человека. Но кому понадобилось построить водопроводную сеть там, где ничего нет? Диаметр труб варьируется от диаметра с иголку до 13 см. Многие из них одного размера, и глядя на них можно подумать, что их специально проложили в этом месте. Специалисты считают, что они изготовлены из земных металлов с примесью одного неизвестного или неустановленного компонента. Разумеется, поклонники НЛО сразу же выдвинули теорию, что трубы были созданы пришельцами. Однако недавно ученые опровергли ее, заявив, что трубы – это окаменевшие корни деревьев. Они смогли доказать это, найдя в трубах органический материал и годовые кольца. Кривой лес В западной части Польши растет вполне обычный лес, но в той части, которая расположена возле города Графина, деревья растут с изгибом в 90 градусов у основания их стволов. Поэтому эту часть леса и прозвали Кривы. Некоторые люди считают, что своей необычной формой деревья обязаны силе притяжения, но пока никто не смог найти доказательств, подтверждающих эту версию. Другим более вероятным объяснением может являться то, что весной толстый слой снега придавил саженцы деревьев и сделал их такими кривыми. Но опять-таки, эта версия тоже звучит неубедительно, ведь другие деревья по соседству прямые. Также, возможно, эти деревья стали такими, потому что по ним во время Второй мировой войны проехались танки. И даты совпадают, ведь этим деревьям примерно по 80 лет. Но опять-таки, маловероятно, что танки пересекли только один небольшой участок леса. Скорее всего, деревья были намеренно изогнуты теми, кто их посадил, для того, чтобы потом из этих деревьев изготавливать мебель. Кельтский крест Если уж мы с вами заговорили о странных лесах, я не могу не упомянуть группу лесов странной формы в Ирландии. Если высоко подняться над лесом Донигал, то можно увидеть кельтский крест из деревьев длиной 100 метров и шириной 70 метров. Это фото, сделанное в 2016 году, стало вирусным, а позже стало известно, кто посадил этот крест. Женщина по имени Норма Эмерли рассказала, что это был ее муж-лесник Лаем Эмерли. К сожалению, мужчина не дожил до того времени, чтобы увидеть свои выросшие деревья. Он умер от травмы головы. Но Норма считает, что он бы гордился результатом своих трудов. Еще один необычный лес в форме гитары можно увидеть в Аргентине. Его посадил и за ним по-прежнему ухаживает фермер, которому сейчас уже 70 лет. Он сделал это в 1977 году в честь своей жены, которая умерла в возрасте 25 лет. Винтовка в Нагоре большой бассейн. Вы когда-нибудь клали дома ключи, а потом не могли их найти? Ваша забывчивость не идет ни в какое сравнение с забывчивостью человека, который забыл свою винтовку в лесу на 232 года. В 2014 году смотритель национального парка Большой бассейн наткнулся на проржавевшую от непогоды винтовку, стоявшую возле ствола можжевельника. Эксперты установили, что она была выпущена в 1882 году. И из-за того, что она сливалась со стволом дерева, ее все это время никто не замечал до того момента, пока смотритель не заметил оружие во время археологических раскопок. И если такая винтовка в хорошем состоянии стоит 15 тысяч долларов, то находка из-за того, что ее ствол треснул, а она сама проржавела, стоит копейки. Но руководство парка все равно радо ей. Оно считает, что ее хозяин прислонил винтовку к дереву, пошел на что-то взглянуть, а когда вернулся, то не смог вспомнить, где оставил свое оружие. Кстати, если уж речь зашла об оружии, будьте осторожны, копая ямы в лесу. В Арканзасе два копавших яму друга обнаружили предмет, который они приняли за пушечное ядро конфедератов. Сначала они бросили его, чтобы посмотреть, как далеко ядро полетит. А позже один из мужчин принес находку домой, чтобы показать своей семье. Потом он решил ядро вымыть, чтобы оно стало чистым, после чего отнес его в местный музей гражданской войны. Там ему сообщили, что это вовсе не пушечное ядро, а мина, снабженное реагирующим на давление предохранителем, и что она могла взорваться в любой момент. Загадочное качающееся растение. Однажды Джейсон Фример вместе со своей женой отправились на прогулку в лес. И там они увидели нечто странное, качающееся само по себе из стороны в сторону растения. А когда женщина остановила растение, потом оно опять стало раскачиваться. Пара сняла растение на видео и позже выложила его на YouTube, где разные люди в комментариях попытались дать свое объяснение происходящего. И оказалось, что раскачивание растения вызвано его собственной частотой вибрации, которая может усиливаться под воздействием ветра, причем такого слабого, что люди его не могут почувствовать. Горящее дерево дьявола Говорят, что дьявол кроется в деталях, но на самом деле он кроется в этом дереве. Это почерневшее горящее дерево с трещиной вдоль ствола было обнаружено в 2015 году водителем грузовика Вагайо. Он снял дерево на видео и позже многие назвали его деревом дьявола. Специалисты говорят, что такое явление происходит довольно часто и случается из-за того, что в дерево попадает молния. При этом снаружи оно не горит, потому что караса держит влагу, а вот внутри сухая сердцевина воспламеняется. На этом все. Назовите самую загадочную вещь, которую вы видели в лесах и какое из 10 самых странных вещей в моем видео вы считаете загадочным. Напишите свои ответы в комментариях. Ну а на этом все, друзья. Следующее видео уже завтра на этом же канале. Не забывайте подписываться на канал, как всегда ставить лайки, писать комменты, смотреть другие видосы. Увидимся. Пока.